Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада всех приветствовать на своем канале. Очень долго не записывала видео, ввиду своей занятости, все ваши комментарии я по мере возможности читаю, на них отвечаю, стараюсь дать вам обратную связь, не всегда, конечно, это получается. И вот в текущем видео хочу сделать расклад по просьбе одной из подписчиц на итог судебного процесса. То есть как протекает ситуация на текущий момент и чем она для вас может закончиться. Итак, по традиции, смотрите, всего 4 варианта. Вы выбираете либо ту колоду, которая на вас смотрит, либо в целом число, которое вы для себя загадали. Хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным, поэтому если вы все-таки хотите рассмотреть вашу ситуацию в индивидуальном порядке, то мои контакты вы можете найти по ссылкам под этим видео. Ну а сейчас просто постарайтесь расслабиться, настроиться, включить свою интуицию. Проговаривайте, пожалуйста, про себя, имя, дату рождения и будем работать. Сейчас я уберу те колоды, которые в работе пока мне не понадобятся. И начнем с первой колоды. Тороснов, Чиро, Марчетти. Так, пожалуйста, настраивайтесь. Расклад вам покажет общую ситуацию на текущий момент, что вам необходимо в этой ситуации учесть, каким образом можно повлиять на текущую ситуацию и исход ситуации для вас. Итак. Сразу вытяну дополнительные арканы для прояснения ситуации. Все карты я буду вам показывать, поэтому не переживайте. Так. Ну, начнем. Итак, начнем с первого аркана. Положение ситуации на текущий момент. Подвешенная какая-то ситуация, то есть здесь жертва обстоятельств. Не знаете, как вам эту ситуацию разрулить и в целом что с ней делать. Скорее всего, касаться это может быть недвижимости, потому что здесь падает карта Дворец Жезлов. Эта карта, она свойственна только колоде Чиро, Марчетти. В остальных колодах ее нет. Но здесь четко идет ситуация на указание недвижимости. А именно, либо же вы с кем-то делите имущество, либо каким-то образом отстаиваете вопрос наследования имущества, либо идет дележка, кто-то там подает апелляцию на то, что вы имеете права на наследование имущества. Либо это может быть ситуация выяснения взаимоотношений с застройщиком, когда, например, вы вложились в какой-то проект, а на текущий момент он себя не оправдывает. Либо же это в целом может быть дележка имущества при бракоразводном процессе. Значит, что вы на данный момент не учли? По четверке меча это, знаете, как приостановитесь. То есть посмотрите, каким образом будет развиваться ситуация. То есть вам нужно учесть все факторы. Что именно вам нужно делать в текущей ситуации? Поймите, перевернута тройка мечей. Ну, это само положение вещей, которое разобьет вам сердце. То есть особенно, вот видите, здесь падает перевернутая башня, процесс дележки имущества, недвижимости. То есть, например, либо дом, да, в котором вы жили, и вы не хотите разменивать, либо его делить, либо продавать, либо в целом вы не хотите уступать, скажем так, свою долю, свою половину. Но, поскольку эта карта итоговая, она все равно говорит, она в перевернутом положении, что процесс, например, этой длежки неизбежен. Неизбежен процесс крушения ситуации. Но зрите в корень. Сопутствующие арканы, колесо, фортуны говорят, что в любом случае для вас все повернется в лучшую сторону. Удача будет на вашей стороне. Также, если вы на текущий момент что-то потеряете в плане недвижимости, какую-то часть, или, ну, скажем так, поделите ее в неравных долях, как бы вам этого хотелось, в будущем все равно вам сыграет это на руку. Потому что здесь у вас идет ситуация новых начинаний, нового старта, нового жизненного цикла энергии, которую вы вложите в новое дело. То есть, у вас жизнь забьет ключом. И вот если рассматривать с позиции, чем для вас завершится вот этот судебный процесс, вот тут, скажем так, вынесение решения суда, которое для вас покажется крахом, вот поверьте, для вас оно будет только сыграть вам на руку. Во-первых, перевернутая четверка пентаклей. Если в прямом положении, то есть ситуация, когда, простите, шестерка пентаклей, вы можете кому-то просить помощи, либо сами, да, давать какую-то дотацию, кому-то помогать. В перевернутом положении, да, это значительные материальные потери, но которые, скажем так, не остановят вас на пути к успеху. Здесь, опять же, в виде проходит вопрос дележки имущества. В денежном аспекте. Ну, давайте дотянем, чтобы уже однозначно уточнить эту ситуацию. Особенно по первой карте, по повешенному, это ситуация, которая уже, ну, длится достаточно длительный период. Вы все никак не можете ее разрулить и что-то для себя вынести. Ну, поймите, карта мага. Вы будете в этой ситуации на коне. Поэтому не бойтесь ни любых перемен, ни вот того, скажем так, решения суда, которое последует. Потому что здесь, по итогу, вам все обернется во благо. Во-первых, либо здесь может проходить ситуация апелляции под руководством опытного адвоката, юриста, да, которому он поспособствует в этом вопросе. И, соответственно, отстоит ваши интересы. Даже если вы не будете подавать какие-то апелляционные иски, то все равно, понимаете, по итогу вы будете на коне. Потому что вы человек, который правит сам своей судьбой и сам двигает ее в нужное русло и в нужном направлении. Поэтому все, кто выбрал первый расклад, если интуиция ваша хорошо работает, я вас искренне поздравляю, все будет вам во благо. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, Golden Tree Taro. Хочу напомнить, что я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. Так, ну, карта упала сама, поэтому воспользуемся карты с советом. Так, ситуация на текущий момент. скрытые факторы, которые вам неизвестны. На что обратить внимание и итог. Так, давайте уточним итог. Что же у нас здесь? значит, что падает на текущий момент? Здесь падает перевернутый рыцарь кубков, то есть, предложение, например, делового характера, которое для вас казалось перспективным, оно по факту для вас окажется проигрышным, либо неприбылим. То есть, вы могли элементарно вложиться финансово во что-либо и прогореть. Помимо всего прочего, это может касаться, например, либо купли-продажи автомобиля, либо эта ситуация может быть связана с какими-то поездками, переездами, либо с бизнесом, который связан непосредственно с логистикой. что вы здесь не учли по перевернутой королеве Пентаклей, что это, в принципе, либо заведомо было проигрышное тело, которое попахивало ситуацией проигрыша, да, то есть, потери ваших материальных вложений, либо же здесь еще это лицо может, особенно если смотрят мужчины, то здесь ситуация четко идет дележки имущества с бывшей супругой, потому что перевернутая королева Пентаклей, здесь падает перевернутая пятерка Пентаклей. Преодоление материального кризиса и решение материальных вопросов. На текущий момент по карте Солнце здесь вы преследуете свою ситуацию, ситуацию эгоизма, корыстных интересов, никто не говорит, что это плохо, то есть, эта ситуация вполне оправдана, но давайте смотреть с вами дальше. Во-первых, с позиции этой ситуации, вот карты, которые здесь падают, вы пытаетесь действовать с позиции хитрости, это уже ситуация, когда вы, ну, знаете, как идете на пролом, потому что перевернутый император, это позиция, знаете, самоутвердиться, доказать что-то самому себе. И вот по тем картам, которые вот здесь падают, во-первых, это касается каких-то семейных вопросов, потому что вот снова падает шестерка кубков, это может быть еще ситуация алиментов, выплаты, пособий на деток, которые вы, например, не хотите давать супруги. И здесь по перевернутой десятке жезлов и семерки мечей каким-то образом либо пытайтесь занизить свой уровень доходов, да, чтобы платить меньше, либо в целом каким-то образом это финансирование прекратить. Но по перевернутой тройке кубков вы либо не придете к какому-то компромиссу, либо решение, которое вынесет суд, вас не совсем порадует. Давайте смотреть, почему. Потому что у вас здесь будет ситуация трудного выбора по семерке кубков и карта отшельника говорит о том, что, знаете как, обратитесь к своей мудрости, к своему внутреннему чутью. Лучше где-то уступить в чем-то, да, но по итогу вы все равно окажетесь в ситуации выигрыша, если вы проявите какую-то мягкость. Вот тогда в этой ситуации вы будете на коне. То есть не торгуйтесь, если вам ставят какие-то условия, принимайте их. Для вас это будет наиболее правильное решение, наиболее правильный исход ситуации вашего дела. Потому что, во-первых, король кубков это и удовлетворение от того, что вы все-таки на это решились, да, выбрали вот один из трудных вариантов. Хотя дастся вам это тяжело. Но по факту вы получите только от этого моральное удовлетворение и поймете, что это было самым верным решением. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Таро Санта Мерте. Таро Святой Смерти. Так. Ситуация на текущий момент. Так, что нужно учесть и исход дела для вас. Честно, тут даже дотягивать не буду, дабы не портить малину. Вот поймите меня правильно. У вас итоговая карта, карта победы. При любых условиях, при любых обстоятельствах. Объясню почему. Что происходит на текущий момент? Ну, во-первых, правосудие здесь и указывает на саму ситуацию судебного процесса. Что здесь происходит? По перевернутой восьмерке кубков. Вот я вам покажу. Вообще, это карта ухода, карта сожаления либо нежелания отпустить ситуацию. То есть здесь может проходить и брако-разводный процесс. И в целом ситуации дедушки имущества, не знаю, как с бизнес-партнерами, так и в целом, например, с родственниками. И для вас это крайне тяжело вам дается. Но, как говорят арканы, посмотрите на ситуацию, зрите в корень. Перевернутая девятка жезлов указывает то, что вы на правильном пути. То есть это называется поскосить трудности. То есть если в прямом положении это происходит, ну, как бы, в более замедленном процессе, то в перевернутом это, знаете, идет на ура. Идет легко и без каких-либо препятствий. И вот вам ваша итоговая арка. Карта победителя. Честно, искренне вам этого от всей души желаю. Пусть удача будет на вашей стороне. Замечательный третий расклад. И переходим к тем, кто выбрал четвертый вариант, четвертую колоду. Колода называется Cry of the Heart Druid Starry. Есть просто Таро Друидов. А это Таро Кравм Друидов. Немножечко они отличаются между собой. Так. Итак, настраивайтесь на расклад. Ситуация на текущий момент. Что необходимо учесть. Совет и исход ситуации для вас. Давайте уточним последнюю карту. Все понятно. Так. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. По первому же аркану. Перевернутая девятка Пентаклей. Карта больших материальных потерь, вложений, которые вы пытаетесь отбить. Скорее всего, это было связано либо с работой, либо с какими-то бизнес-вложениями, либо ситуацией договоров. И вот теперь на текущий момент это, скорее всего, была женщина, потому что здесь у нас, вот видите, падает принцесса мечей. То есть, пошли разногласия. Пошел обман с ее стороны. Почему ситуация обмана? Потому что, во-первых, не хочу вас расстраивать, но вот здесь у вас падает ситуация поражения. Перевернутая шестерка жезлов. То есть, эту ситуацию вам не одолеть, потому что здесь все идет против вас. Карта Луны. Ситуация обмана. То есть, тут очень хорошо под вас копали. Перевернутая семерка мечей. Это, знаете, как ситуация, когда вам глаза одно, паза глаза другое и против вас давным-давно были интриги и рыли вам яму. И поймите, девятка кубков, вот этот человек, который против вас замышлась в эту ситуацию, останется при своих интересах. Давайте я дотяну, что вам нужно в этой ситуации сделать. Можно ли каким-то образом на нее повлиять. чтобы исправить вашу сторону. Так, здесь можно, смотрите, каким образом это исправить. Во-первых, не пускать ситуацию на самотек, потому что перевернутый туз жезлов, это когда вы уже опустили руки, перестали действовать, да, то есть будет, как будет. Здесь вам четко нужно движение вперед. Каким образом? Королева мечей это обратиться к человеку, который, знающий в этом вопросе. Во-первых, кто такие королевы мечей? Профессионалы своего дела. То есть, чаще всего, все-таки, безусловно, это будет женщина в лице юриста, нотариуса, судьи или адвоката. Но поскольку, то есть вам либо нужно найти контакт, либо нанять такого себе специалиста, да, я не говорю, конечно, сейчас про судью. То есть, например, сменить адвоката. Сейчас, самая-то здесь. Ну, видите, отстаивание интересов при помощи высококвалифицированного профессионала, который вот из этой ситуации тройка мечей и повешенный будет отстаивать ваши интересы, потому что вот здесь падает карта правосудия. Так. Смотрите, перевернутая здесь падает у нас девятка мечей и преодоление ваших страхов. Хотя, вам это даст нелегко, потому что здесь вы наткнетесь на стену каких-то препятствий, непонимания, плодосты со стороны ваших родственников, которые будут говорить вам, например, что бросай это гиблое дело, тратишь только свое время и силы. Но, если вы не побоитесь бороться, давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ну, смотрите, во-первых, по перевернутой королеве Пентакли, здесь рыцарь мечей и король мечей. Здесь однозначно идет ситуация либо подкупа этих вот лиц, которые повлияют на исход вашего дела, потому что, если вы этого не сделаете, по перевернутой королеве Жезлов вы останетесь в этой ситуации ни с чем. Можно ли другим способом повлиять на ситуацию? Понимаете, если другим способом, но это будет очень долго и особого результата вам никаких не принесет, потому что перевернутый император с Пожжом Пентакли и Рыцарем Кубков, ну, то есть, вам покажут какие-то перспективы, но по факту они для вас окажутся невыигрышными, то есть, здесь вы только больше потеряете, нежели приобретете. Вот такой вот не совсем благоприятный прогноз для тех, кто выбрал четвертый вариант, но в любом случае сделайте выводы, то есть, стоит ли вам на это тратить свое время, ресурсы, либо каким-то образом может прийти компромиссу и решить ситуацию более быстрым и безболезненным путем. Вот такими вышли расклады, буду вам признательна за обратную связь в комментариях, пишите, что у вас проигрывается, либо не проигрывается, но я искренне вас благодарю за просмотр, хорошего вам вечера, с вами была Эйва Лекция и до новых встреч.